Приветствую вас в школе графического дизайна. Меня зовут Наталья. Сегодня уроки серии Курал для начинающих. Мы коснемся вопроса клонирования объектов. Давайте начнем с простых примитивов и более сложным вещам. Я сейчас рисую с контуром квадрат, окрашиваю его в любой цвет. При этом мы выделили объект, идем правка, клонирование, и видим, что на некоторое расстояние смещается и получается точно такой же объект. Что же значит клон? Это значит, что меняя атрибуты первого начального объекта, у нас меняется, соответственно, уклона. Давайте еще раз проклонируем. Вот смотрите, я меняю цвет, меняется уклона в цвет. Я меняю контур, толщину, допустим, и цвет. Соответственно, меняется у них тоже. Дальше, если мы выберем клон, то клонировать клон невозможно. Видите, клавиша недоступна. Если мы что-то произведем с клоном, вот, допустим, я клон выбрала и меняю цвет, то никак не влияет на основной объект все эти изменения. Дальше очень интересно работает с текстом. Я сейчас, кстати, удаляю первый объект, да? Удаляется все вместе, потому что это клоны. Ну, допустим, я букву А. Выставляю какой-то шрифт, не знаю, поярче, да? Правка клонировать. Встает у нас клон. И, допустим, я изменяю. И, соответственно, конечно же, меняется здесь. Да? Дальше это то, что касается простых каких-то вещей. Также клонирование у нас работает с группами объектов и с интерактивными эффектами. Вот у меня показан перетекание, знакомая для вас уже панель атрибутов, и тень. Группа объектов. Таким же образом правка клонировать. Клонируется. Дальше правка клонировать. Клонируется у нас перетекание. И выберем тень. Правка клонирование. Тень тоже у нас клонируется. Так что используйте, пожалуйста, в своих макетах, где это нужно. Друзья мои, если урок был вам полезен, то обязательно ставьте лайк. Вопросы пишите в комментариях. А с вами была Наталья из Школы Графического Дизайна. Подписывайтесь на мой канал. Пока!